Дорогие друзья, вечер бокса продолжает восьмираундовый поединок в легком весе до 61,2 килограмма в синий угол ринга встречайте бойца из города Назрань Исача. Продолжение следует... 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 Вильдан подбирается потихонечку, да. Все прекрасно знают, как работает Чиниев, все к нему готовятся. Но вообще, откровенно говоря, про Вильдана можно сказать уже то же самое. Столько боев он провел, все прекрасно знают, что он умеет в ринге. Поэтому такое тут. Чьи сильные стороны сегодня получится навязать, кто-то и победит. О, снизу. Опа. Опасно по снизу. Ну и на самом деле, кто раунд там забрал? Да, я не знаю. Мы же не судьи с тобой, Марк. Мы не судьи, но просто это... Мне кажется, что, может быть, чуть-чуть поострее был Вильдан. Чуть-чуть, да. Может быть, чуть-чуть, самую малость. Но кто его знает? Побольше вот арпов он выбросил, был активнее. Да, это правда. Но ИСА при этом бил тяжелее. Тяжелее? Меньше? Точнее. Вроде как в профессиональном боксе урон на первом месте среди показателей оценки. Это сложный разговор. Ну и не будем об этом говорить. Да, не будем об этом. Пока хороший чистый бой. Мы с вами смотрим. Опасные удары. На самом деле, очень многого ждем именно от этого поединка. Хорошая вывеска, громкая. Посмотрим, что произойдет с рингом. Я думаю, будет что-то интересное дальше. ИСА, кстати, отдыхал стоя. Я думаю, что он хорошо готов к этому бою. Я думаю, хорошо заряжен эмоционально, потому что предыдущие два результата не в его пользу. Очень сильно его разочаровали. Не сильно, правда, сильно ИСА в тех боях смотрелся. Но тем не менее. Боксировал хорошо, да. Не ему. А вот тут уже и Вильдан донес. На обострение пошло все, да? Вильдан как-то за ударами летит, да? Немножко вот проворачивается. А мне кажется, он почувствовал, что попал хорошо. Может быть. Вы-то этого никак не заметили. А ух ты! Опа! И повело Чиниева. Повело, друзья. У Вильдана большущий шанс уже во втором раунде. Ну, ИСА на опыте уходит. Немножко подвосстановился. Да, зрячо уходит, зрячо уходит. Да, да, да. Немножко подвосстановился, поборолся. И все, уже восстановился. Макс, уже как говорится. Сбоку попал точно в висок, Вильдан. Да, там прям вот куда вот Махачев ногой попал. Может, мне кажется, что пока не может в себя прийти до конца. Ну, так моргает, да? Часто пока Чиниев. Видно, что пока плывет немножко у него. Фокус пропал. Ага. Ну, смотри, аккуратненько велосипед включил. Не суетиться, да, не суетиться. На опыте. Но это тревожный взлодос. А Вильдан зацепил, он понял, что это шанс. Да, Вильдан понимает, что может пробить. И он зарядился на удар. Смотри, перестал боксировать. Как Питбульк цепился. Перестал боксировать, стал заряжаться на удар. Тяжелый раунд для Чиниева. Да уж. Вынужден спиной оттирать канат. Тут Исача Ниев пытается уйти просто от напора. Опасно лево сбоку. Вообще зрячий такой после уклона. А ручка-то висела у Иси правая. Да, и можно наказать. Подлиннее был удар. И все. Рубка. Мне кажется, рубка сейчас на руку. Скорее Вильдану минасу. Ну и Са, видишь, тоже на опыте уже стал читать вот эти удары. И суетишься. Может быть ждет момент, когда Вильдан раскроется в это. Ну там по затылку, да. По затылку. Вот мы видим количество ударов. За весь поединок пока что. И тут, конечно, у Вильдана значимое преимущество. Но это стоит учитывать, что какое-то время Исе пришлось в режиме выживания просто от велосипедить. Ему было не до атаки. Ну да. Он иногда не упал. Он не кличевал. Он не убегал. Да. Он просто аккуратно взял дистанцию. Но это все равно тревожный звонок для команды Чиниева. Ну а Вильдан понял, что может пробить и будет заряжаться. Будет серьезно у Чиниева в углу. Мне кажется, Вильдану не нужно сейчас прям шашкой ногу китаться на Ису. А именно подводить, подводить, попасть снова. И когда уже можно закончить. Да. Потому что Иса, наверное, это выведет, когда Ильдан раскроется. Ему нужны, да, контратаки. Потому что Иса... Ну, я думаю, Иса понимает, что первым номером не так много шансов. Покажу там тот удар. Сейчас посмотрим. Сам левый сбоку в висок точно попал. Это вроде до. Нет, не то. Это уже после? Да, это после. Не покажу. Ну ладно. Не суть важно. Все, кому надо, видели тот удар. И очень важно, что его видел Вильдан Минасов и попал в тайминг четко по сопернику. Смотри, какой сконцентрированный Вильдан. Видно, что готов выходить и разрывать соперника на британский флаг. Очищу. Бокс. Сразу поменялась, да, манера у Вильдана. Как только он понял, что силовые удары могут зайти, он перестал сыпать сериями. Он за блоком подходит и пытается наказать очень жестко. Например, вот так. Потому что сквозь перчатки там попал. Иса снова вынужден включать велосипед. И не встречает Иса. А ему нужно. Так нужно, да. Работать джебом нужно. Иначе он подпустит и пропустит. Работать джебом нужно как минимум. Но зато смотри, правая рука у Исы сразу на место вернулась после этого эпизода. Теперь он ее не опускает. Вот и попусть, сам выпадает. Ну а кто сказал, что все окончено. Ну вот сегодня Харитон и Агро бы уже записали в победителя. А он-ка потом как заставил нас понервничать. Бокс. Сложно, сложно. И Вильдан даже... Нет, вблизи Вильдан лучше смотрится и опаснее. Ох, промахнулся, провалился. И Саня не успел наказать Вильдан. Ну, в инсайде, конечно, да. Кажется, что вроде даже помощнее, да, так Вильдан выглядит. Вблизи толкается, рубится. Хотя обычно этим славится чини. По корпусу работает члиф, кстати, правильно. Все в блок вообще. Пока очень мало чистых ударов проходит у Исы. Ну, хороший бой. Высокий темп, ребята, взяли. Что стоит отметить и похвалить. Взял высокий темп Вильдан. Ну, я имею в виду, что Исаеву выдерживают пока, что этот высокий темп. Видимо, пока, да. И даже если это Ригл уперся, занялся до Ригла. Нет, Чиниеву без боя не сдастся. Это 100%. Не тот он боксер. Словест не позволит. Ну, конечно. Так и репутация не позволит. Так и претендент на титул чемпиона мира. Ох, как Вильдан сейчас отработал. Ну, видимо, все. Понял Минасов, что не надо заряжаться на один удар. Снова включили серии. И смотри, как только включили серии, появились попадания. Когда машут одиночными, Вильдан не попадает. Чище, чище справа. Чище работают. Тут через руку красиво. Ну, вот и ударом тоже Чиниеву не зацепить. Посмотрим. Височек-то получилось же в прошлом. Ну, вот там на моменте серии было. Ну, да. Опять. Как в теннисе, в линии. То сейчас снова будет лопа, да? Ну, да. Тут, конечно, уже и... Ну, опять же, видишь, чиниев пониже. И голову подставляют. Ну, видишь, как бы вроде... Не мне тебе рассказывать правила профессионального бокса Марфа. Не специально я Вильдан сделал, но это в моменте было. Никак, даже если ты не специально бьешь затылок, все это сам виноват. Конечно. Это нарушение правил. Если тебе его подставляют, то ты туда не бей, вроде как. Ну, вот видите, сейчас раунд за... Чиниево, так понимаю, есть или взять? Не знаю. Не уверен, но это не нам судить. Пока мне больше всего радостно, что просто бой с Нова стал конкурентным. Бой, да. И очень красивым. Такая хорошая техничная работа в размене на ближней дистанции. Будь поднял. Хорошо, нормально пошло. Будь поднял. Бам, 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 поуже. Где-то сдваивай. Одной рукой. Он начал проседать. Железо ближе. А почему проседать? Я проигрываю. Когда ты начинаешь ощущаться, он промоклется, он проседает. Вот это нужно. Раз, раз. Бам, бам. Искусно. Искусно. Только ты вот так вот торчишь, все, пропускать начинаешь. Никаких оттяжек назад. Все, иди вперед, газами. Тебе комфортнее было газовать. Иди газом. Браво. Фондан, газарист. Бакс. Ну что, друзья, продолжаем смотреть. Вильдан Минасов против Сочинеева. Четвертый раунд. Не толкай. Правый застал Минасов. Да, очень интересный поединок мы наблюдаем. О, боксеры опасные. Вообще, да. И тот, и другой, мне кажется, могут одним ударом попасть жестко. Но пока больше успеха у Минасова в ринге. Пока, да. Кажется, что он получше выглядит сегодня. Пока. Мало, пока ударов бьет Сочинеев. Мало сбрасывает ударов. Мне кажется, наверняка пытается работать. Но, с другой стороны, ему и приходится очень много сил и энергии тратить на концентрацию на защите. Да, потому что и давит, и много ударов выбрасывает. Приходится много думать о защите. Да, и не успевает прицелиться, да. Иса. Ну, в этом смысл трессинга. Ох, сейчас левая зашла. Прямо куда-то в район подбородка. Куда-то в челюсть. И немножко Иса тут опять опешил, немножко завелосипедил. Но, вроде, быстро собрался обратно. Главный Вильдан, он не кидается. Да, да. Если он вступит в открытую рубку, то очень опасно. Ему надо комбинации пробивать с нужной для себя дистанцией. С акцентом, да. Маскировать. С акцентом, да. С акцентом. Куда-то его там прятать, чтобы это был сюрприз. Да. Потому что одиночный Иса видит и просто уворачивается. Иса немножко начал поддавливать. Ну, Иса тоже понимает, что бой уходит потихоньку у него из руха. Бой уходит, да. Надо что-то менять срочно. Вот эта левая ручка висит. Висит у Исы. Не успевает он, причем, все-таки защититься. Опасный эпизод. Чище, чище. И снова Вильдамин Асов выглядит лучше. Да, поувереннее пока боксирует Ильдан. Три секунды до конца раунда. До конца четвертого раунда. Отстреливается редким джебом Иса и просто перемещаешь. Мало ударов по корпусу. Причем, в принципе, охота за головой какая-то. Охота за головой, да. Ну и вон там просто промелькнула на наших экранах статистика силовых ударов. Троекратное преимущество у Вильдана Минасова на данный момент. Ой-ой-ой. Опасный обоих был. По-моему, попал сейчас Иса, да? Кто побольнее, то попал. Непонятно. Это интересно было. Хорошо, перспективный моментик. Кто-ли еще будет? Да. Так, глядишь, до обоюдного нокдауна дойдем. Всякое бывало в боксе. Посмотрим, что из этого получится. Правый снизу, замени правый сбоку, на правый снизу. Правый снизу, левый сбоку, подпичек. Понял? Оторвался, бойко. Все. Вот эти комбинации, побери. И передний муга убегает сразу, цепляя себе джепом. Что ты его за ним бегаешь? Без ударов. Он идет, и ты за ним бегаешь. Он примитивно идет по гримой. Бери, 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 если в конце раунда засаживай. Макс. Итак, друзья, продолжаем смотреть. Да, действительно, пятый раунд. Интереснейший поединок. Вообще, пока очень такой конкурентный бой. Хотя, начало не предвещало. Пока, конечно, да. Вильдамин Асов ведет, он забирает раунды, но бывает все-таки... Опа! А вот так? И залетает. Долго ждет, долго ждет Виса уже пятый раунд. И Иса в концовке четвертого, как зарядил там хорошо. Ну, это единичный случай за четыре раунда. Ну, Вильдам, смотри, просто как битбуль вцепился, челюсти не расцепляет постоянно на сопернике. Ну, это приносит ему успех. Это хорошая тактика в боксе. Когда ты давишь на соперника. После боя с Тернаем Вората, я думал, он большой выпускник. Да, это правда. Да я его тоже получил. С Тернаем такой, да, соперник. С ним, кстати, Роджер Бутиера дрался, с которым мы сегодня с Зауром драться. Посмотрим, какой там Роджер опыт получил. Но это нам Заур покажет, а пока смотрим Вильдана Минасова против Иса Чиниева. Ну, такое ощущение, что это тяжко, тяжко. И все тяжело, да, пока. Он, вроде, особо это не показывает, но... Он, как будто, не успевает немножко за Вильданом, и приходится постоянно что-то куда-то убегать. В принципе, как бы Вильдан, да, бьет жестко, много. Ну, не быстро сильно. То есть можно успеть. Мне кажется, тут дело в прессинге. Тут дело в том, что постоянно Вильдан давит, пугает, да. Что-то вот приходится бегать, Чинив. У него удары острые, у Вильдана. И резкие. Неожиданные. Я не знал, что капец, какие быстрые, но... Они не быстрые, они, как бы... Ну, момент атаки, возможно, нетипичный, жалючий удар. Он, заметьте, он же не выбрасывает по 7-8 ударов в серии. Двойку выбросил, отошел. Ну, то есть такая классическая, современная работа. Это мне Заура. Такая же стойкость. Ну, не сильно прям... Да, согласен. Чуть-чуть, чуть-чуть. Что-то есть, что-то есть. Заур тоже добавляет, идет вперед, он также идет с таким же стилем. Руки подняты. В том же стиле. Пока Есей не удается ничего не делать. Заура удар потяжелее, откровенно говоря. Ну, и вес побольше. Не в обиду Вильдану. Или вес один, вес один, что-то один килограмм. Если я не ошибаюсь, да, это тоже легкий вес. Справа залетела. И теперь еще одна, но такая кривоватая. Причем очень много уже ударов выбросил Вильдан. И сила его удара, мощь, она его никогда не потерялась. Она не падает. Это очень важное свойство для боксера, когда ты с усталостью не перестаешь бить тяжело. Не держать, не держать. Клинч отрабатывает Вильдан. Работает. То есть везде, ближний, на дальней дистанции успешен Вильдан. В всех практически эпизодах. Пока нет компонента, в котором был бы сильнее Чиниев. Может быть нет плана на бой? Не знаю. Вроде не на коротком уведомлении. Да и такой опытный боксер, как его может не быть, не знаю. Я не уверен, что идет не так, но кажется, что у Чиниева сегодня бой пока не получается. Он с Козловским выглядел намного лучше, скажем так. Там прям где-то вхозь-вхозь прям было. Ну да. И опасные моменты были у того-другого. Да. Здесь как-то больше опасных моментов от Вильдана. Может быть ожидали больше от СССР. Да, вполне. Ну такое бывает, я думаю, не мне тебе рассказывать, Марк, что иногда выходишь в ринг и понимаешь, что сегодня не твой вечер. Что что-то все идет не так. Сталкивался? Да. Когда вроде все сделал правильно, а результат какой-то не такой. Бокс. Такое бывает. Шестой раунд. Да, шесть из восьми запланированных пока. Интересно, что Иса придумает. У него там гематомка, мне кажется, под правым глазом небольшая. Шаг назад. Настучал ему туда уже Вильдан джебами и боковыми в правую скулу, конечно же, левой рукой. И скорость Иса не та, что была там в первом-втором раунде. Ну да, все-таки. Все-таки уже 31 год и в легком весе это уже достаточно серьезно. Это не тяжи, которые к 30 годам только выходят на пик формы. Ох, по печени попал. Мне кажется, попал Вильдан, потому что локоть прилип просто намертво сразу. Однако все руки бьет справа. Ну, все-таки опыт. Все-таки не первый день на Родео уже Иса Чиниев. Он прекрасно понимает, что такое пропускать удары. Там вроде бы удар в локоть пришелся, но все равно почувствовал прям. Ну, бывает же, что даже сквозь локоть и рот. Конечно, конечно. В боксе что только не бывает. Ударов ногами не бывает сейчас. Да, Иса вот даже сейчас пытался на ближнюю. Ой-ой-ой-ой-ой. Как опасно пробил Минасов. Ну, Иса, конечно, всем видом показывает, что ничего не было. Но мы-то слышали. Мы видели. Да, мы с тобой. У нас с тобой, кстати, был отличный ракурс на этот удар. Прямо там куда-то под ребра. Ну, однако, смотри, все равно Иса остается в этой же стойке. Болевой мужчина. Отпусти его. Да, там действительно вокруг правого глаза у Чиниева уже гоматомка. Причем и снизу, и сверху, мне кажется, такая по кругу. У нас за блоком следует за соперником. Нет ударов, вообще нет ударов практически у Исы, Чиниева. Ни встречных, ни подготовительных вообще ничего. К сожалению, это так. Просто... Попаду, не попаду. Опа. Левый опять чистый зашел у Вильдана. Ну, вообще, прям под диктовку Минасова идет весь бой. Уже шестой раунд. Уже можно какие-то предварительные выводы какие-то уже можно делать. План Минасова понятен. Да, план. Темп, большое количество ударов. Садовитесь. Ну, и по статистике, я думаю, тоже все все понимают, какое количество силовых ударов попал Минасов, какое Чиниев там. В два с половиной раза больше попал Минасов. В целом, пока, мне кажется, ну, ни в одном раунде нельзя сказать, что Чиниев прям все три минуты был лучше. Ну, всякое бывает в боксе. Пожали руки и разошлись готовиться к следующему раунду. Полотенце дай. Да, да, да. Чемпионские. Итанча, ну, не внимательно. Ага. Ну, не внимательно. Да, да, пьет, пьет. Пьет где-то у нас и выковыривает. Пьет вот так, все встречно. Итанча, подгрузил гол. Переведи на корпус. Попадаешь, видишь, что ты попадаешь. Грузанул. И снова двойку туда засунул. Право прямо не считает. Тут все боковые. Итанча, оттягивайся, оттягивайся и туда. Оттягивайся и туда. Прилип, сбросил, оттянулся, двойка и расстрелял. И джеб поставил. И боксировал. Все, конец боя. Я знаю, знаю, знаю. Не переживай. Финиш уговорил. Ну, не надо, ну, пропускает столько ударов. Ну, что, дорогие друзья, судя по всему, у нас отказ от продолжения поединка от Угла и Сочниева. Там травма. И так готов был Исочниев к этому бою. И травма, видимо, с глазом что-то не то. Ну, что, можем только поздравить Вильдана Минасова с этой досрочной победой и шикарным выступлением, потому что в этом бою он вообще просто вопросов не оставил. Он был сильнее все шесть раундов. Да. Друзья, дамы и господа, и так ввиду отказа Угла от продолжения боя победу техническим нокаутом в седьмом раунде и одерживает Вильдан Минасова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»